Минский стадион Динамо 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 Тучинский, ветеран команды, тренер вратарей Минского Динамо, вынужден в последних играх занимать место в воротах. Травмированы основные голкиперы Минского Динамо. И вот тренер вратарей вспомнил молодость. Ему уже Эдиков, по-моему, 35, не то 36 лет. Пару лет не играет, но тем не менее занял место в воротах Минского Динамо. Второй номер Ян Тигрик, четвертый Жувинал. Шестой Дмитрий Чилиев. Он в первом матче против Артмедии не играл. Восьмой номер Виталий Володенков, девятый Леонид Ковиль, десятый Сергей Кисляк, четырнадцатый Сергей Павлюкович, капитан команды. Шестнадцатый номер Кирилл Павлючик, двадцать первый Иду, двадцать второй Марсио, тоже в первой игре в Братиславе, он не выходил в основном составе. Тренер Минских Динамо, главный тренер команды Алексей Петрушин. Ну вот, со всеми действующими лицами я вас познакомил, кроме одного, своего коллеги, журналиста канала ВНТ, Дениса Суховарова, с которым мы сегодня будем помогать вам смотреть игру. Ливан Паниашвили на ваших экранах. Добрый вечер. Уважаемые зрители, Динамо действительно сегодня принимает на своем поле арт-медиа то самое арт-медиа, которое, ой, как пошумело в прошлом году в Европе в Лиге Чемпионов. И это то самое арт-медиа, с которым у главного тренера Минского Динамо Алексея Петрушина очень давние счеты. Смечен я Тигарев, передача в центр, и мяч выходит в ВАУ. Ну а о старых счетах Алексея Петрушина с арт-медиа мы вам еще расскажем по ходу репортажа. Дело в том, что Алексей Петрушин тренировал одно время Кайрат Алматинский. И вот Алматинский Кайрат в прошлом году на отборочной стадии встретился с арт-медиа. Дома победил 2-0, а на выезде, к сожалению, уступил, в чем в упорной борьбе, в добавленное время, но тем не менее. Так что, кроме этого матча, который мы провели в этом году в Братиславе, Алексей Петрушин прекрасно знает эту команду. Правда, она заметно изменилась. Смотрим, где какая-то атака ничем не заканчивается. Кисляк играет налево. Да, большие проблемы у Динавовцев в составе. Много травмированных под вопросом был выход на эту игру Виталия Володенкова. У него была микротравма, значит, не вышел на поле Александр Хацкевич, он еще две недели будет травмирован. Значит, серьезная травма у вратаря основной команды Артура Лиско. Он выбыл как минимум на два месяца. Это согласился мой Денис, что это основная потеря по зоне Лиско. Лиско и полузащиты, наш ведущий. Да, приходится на поле сейчас выходить тренеру вратарей Минского Динамо, так как Тучинский, должность его как раз в Минском Динамо является тренер молодых вратарей команды. Но вот ему приходится вспоминать молодость сейчас и выходить на поле вести за собой своих партнеров. Сегодня мы видим, что мяч периодически застревает в лужах, хотя и дренажная система на стадионе достаточно хорошая, но проливной дождь уже льет почти сутки и не справляется, конечно же, с таким потоком воды. Даже прекрасная дренажная система на Минском стадионе Динамо. Ну, вы знаете, что с таким бы ливнем, который продолжается сутки, не знаю, где бы справиться. И так, по этой погоде, поле, на мой взгляд, в очень приличном состоянии могло быть гораздо хуже. Да, на ваших экранах только что была скамейка запасных Словацкой команды. Тем временем Динамо атакует, и Тигарев делал навес в штрафную площадь. Но здесь неплохо на выходе сыграл молодой голкипер Словацкой команды Каминар. В 19 лет ему всего лишь, но играет в основном в составе. Кстати, мы тоже ожидали, что сегодня будет опытный городарк Кулер стоять, да? Да, Кулер стоять. И вот Алексей Петрушин, наставник Минского Динамо на ваших экранах. Алексей Петрушин накануне матча сказал, что со Словаками следует играть прежде всего в быстрый техничный футбол, так как команда высокорослая, все игроки за метр 80, многие за метр 90, особенно защитники команды. Поэтому техничным бразильцам, да и техничным игрокам Динамо следует, как говорил Петрушин, показывать именно быстрый футбол. Но вязкое поле, посмотрим, что будет. Тучинский был свечен. Ну, немногочисленные зрители, здесь дождяка нет. Одна из Викторовича Минского, студиона Динамо, где и президент футбольного клуба Минского Юрий Чиш, и главный редактор Советского Белоруссия Павел Викторовича. Болельщиков команды хватает, конечно же. Хороший удар издали на месте Любовь Камера, голкипер Арт-Веги. Да, первый удар поворотом нанес Марси издалека. Дальние удары сегодня, я думаю, стоит бить почаще, так как мяч скользкий, вполне возможно всякие отскоки неожиданные. И, наверное, установка была действительно командам почаще тревожить вратарей издалека. Ну, а наши гости, видите, не мудрство и лукаво отправляют мяч на Томаша Аравица, который занял позицию одного из двух нападающих. Думаю, нападающий не играет в гости. И у Томаса Аравица 14-й номер, и, по-моему, кто же второй, по-моему, пока не везет. Это Калина. Калина, второй нападающий. Как вы знаете, вот Аравица, я по-моему, стоял рядом с высоким защитником, центральным защитником Минского Динамо, с Павлючиком, и Аравица повыше ростом. Аравица пришел в нынешнем летом в Словацкую команду. Давайте посмотрим, Денис, вот штрафную, видим, как вратарь готовится, и видим состояние, вот стенка выстраивается, все это достаточно интересно, не будем отвлекаться, и Володенкова мяча. Ну, сильно попадает стенка, к сожалению, пытается найти брешь. Не получилось. Еще нападать в отличный момент. Ковиль был ворклал атаку, по-моему. Яник Ковиль головой подправлял, там подрезал мяч. Да, четверо белорусских игроков оказалось в штрафной площади словацкой команды против троих защитников. Опасный был, конечно, момент. Сейчас свободный удар выполнен. Вот на факторе мы видим. Немножко мяч неудачно лег на голову нападающих в несколько команды. Не будем еще раз, не будем надоедать, и тем не менее не будем забывать, какая сегодня погода, дождь, мяч скользкий, трава на поле скользкая, мокрое, тяжелое поле в любом состоянии. Но у Динамо-Стурнинского нет другого выхода, как играть сегодня только на победу. Для того, чтобы забронировать себе место в следующем, в первом круге, в следующем отборочном раунде, будем так называть, в Кубке ИФА, что иначе мы вас запутываем. Преговорительными стадиями и другими. Опять хорошая быстрая атака левым флангом. Да, это Козак, ошибся в центре поля, живы нау. Не дошел мяч сейчас, к сожалению, для Леонида Ковеля. Активно начали динамоваться этот матч. Вот сейчас удачно вышел из ворот. Эдуард Сучинский разведел обстановку. Только из ворот, из-за предела штрафной даже вывежал. Делать больше нечего. Славянар в атаке, девятый номер. В Славяской команде тоже есть проблемы, но они гораздо меньше, чем у Динамо. Красную карточку в прошлой игре получил защитник команды Конечный. Опасность атака, конечно, Динамо удачно не удалил. Но, к сожалению, Марсио промахнулся. Прекрасный пас ему отдавал Джаз Леонид Ковель. Это уже был второй удар поворотом Марсио в этом матче. Посмотрите, повторяю этого момента. Видел, куда бил Марсио, он не промахнулся. Не дорожка. Мы вывелись, конечно, в тут же трибуны. Хорошие несколько атак провели. Две атаки закончились ударами поворотом. Вы помните, что могло повезти, конечно, и Леониду Ковелю, когда он головой подрезал мяч. Мяч с линии практически в Ротарской площади. Ротарь туда поймал, а сейчас чуть-чуть Марсио промахнулся. Очевидная атака хозяев поля. Ошибка в передаче со стороны Журинала. Но мяч остается у Менчан. Кисляк налево в Володинкову. Володинков задел свою привычную позицию на месте левого полузащитника. Так много привыкли, что он в нападении играет по полузащитнику. Здесь кисляшок молчал. Хигарев. Атака продолжается. И вновь ротарь словацкой команды. Так вот, не играет еще в этом матче, наверное, самый известный на постсоветском пространстве футболист. Это Лукаш Гартик, которого все мы прекрасно помним в игре за Петербургский «Зенит». В прошлом году телеканал УНТ достаточно широко освещал матчи этой команды. Он получил тоже небольшое повреждение и не участвует в этой игре. Очередной атакой начинает белорусская команда. Хорошая передача на ход Владимкову. И первый угловой сейчас будут подавать динамовцы. Защитник вовремя исполнил. Папсат из-под ног Владимкова выбил мяч на угловой. Немного сегодня болельщиков на стадионе, но они достаточно активны. Все-таки дождь отпугнул основную массу зрителей. Подача в потолу. Путь в борьбу сейчас Павлюкович. Павлюкович, Павлюкович прибежал. Кирилл Павлюкович. Мы к этому слову уже привыкли, что Кирилл Павлюкович, как правило, подключается в атаку при подаче угловых стандартных положений. И Сергей Павлюкович прибежал сейчас к линии штрафной площади. Угловой уже с противоположной флага был каталя динамовцы. Владимков, он мячай сейчас. И опять тут высокие защитники динамовской команды пытались навязать борьбу. Обороне Словаков. Опять же мяч немножко срезался. И опять был на острие Павлючик. Словакская команда, конечно же, сейчас не совсем та, что была в минувшем сезоне. Половина игроков разошлись, их купили богатые клубы. В частности, главный тренер ушел Сатурн Райвенская. С ним вместе покинули клуб четыре основных игрока. Команды некоторые перебрались на Туманный Альбион, как Ян Козак. Правда, он вернулся вот в этом сезоне. И сейчас выполняет функции плеймейкера, распособщика. Ян Козак на поле, кстати, обратите внимание, 25-й номер у этого игрока. Так под нападающим, как двотяшечко играет. Владимков хорошо награл Альбонку. Ну, последняя передача не нашла адресата, кроме любого же камера на вратаря. Достаточно часто приходится в Каменаре вступать в игру в начале матча. Ну, с хорошим настроением «Динамо» все начали сегодняшнюю игру. Дело в том, что болельщики задавали много вопросов. Как это, мол, как на родном поле они проиграли «Неману»? 0-2. Ну, вышли без трех основных игроков, во-первых. Ну, во-вторых, игра как-то не получилась. Сегодня совсем другая команда. Просто не сравнить и не узнать. Да, в той игре не играли основные игроки. Так, Владимкова не было, Кисляка не было, не было Ковеля в составе команды. Ну, посмотрим, какая атака получится у наших гостей. Вот там лыжи хорошие. Отсюда видно, как брызги летят из-под бутс. Там не разбежишься уже. Просто так на технике не обыграешь. Да и потеряность футболистов медиа. Тигарев в центр. На Павлюковича. Но, Тигарев с мячом. Ищет продолжение защитник динамской команды. На Ковеля все-таки решил сыграть. Но здесь рядом опять защитник опередил мячанина. Эду. Хорошо успел играть мяч Марси, но Марси не принял этой передачи. Вратарь. Опять вратарь. Ну и наставник наших гостей Юзеф Адамец. Юзеф Адамец, кстати, также хорошо известен болельщикам. Наверное, больше российским. В минувшем сезоне, как мы все прекрасно знаем, он возглавлял сборную Словакии. И именно под его руководством Словакия тогда не пустили, можно сказать, что не пустили россиян на чемпионат мира. А сейчас Адамец возглавляет Братиславскую арт-медиа. Но арт-медиа он принял буквально накануне чемпионата своей страны. Так долгое время команда была без тренера. Предыдущий тренер, который сменил вальса, ушел. И вот Адамец буквально за неделю до начала чемпионата принял команду. Но это только что был на ваших экранах Анатолий Байдачный. Бывший главный тренер сборной Беларуси по футболу. А сейчас очередной главой будет подавать динамо след. Этот Володенков будет это делать. Третий по счету угловой уже у ворот Арт-медиа. Мы будем говорить так, что пока вот эти первые стартовые 15 минут прошли при заметном преимуществе ульминского Динамо. Далеко подает на высоких защитников. Но там не менее высокий игрок Арт-медиа выбивает нас. Вот как есть вальгий, да, 35 метров. Протаривает нас. И убивает его за пределы поля. Потому что получил травму там вот в борьбе за верховой мяч кто-то из защитников, гостей. Он упал как подкошенный. Но столкнулся с каким же высоким защитником Минского Динамо. Нет, подувается все-таки. Я думаю, что должен подняться. Скорее от неожиданности, что столкнулся в воздухе. Ну а это Сергей Кисляк. На ваших экранах только что был молодой, талантливый полузащитник Минского Динамо. Весь сезон практически он отыграл без замен. Можно сказать, что основной игрок команды определяет лицо клуба. Неплохо достаточно. Недавно сыграл матч за молодежную сборную с Кипром. Ну, кстати, с Неманом ему так же давал отдохнуть Алексей Петрушин. Дал возможность для отдыха. У нас сейчас четыре игрока. Словацкая команда против трех защитников. И нарушение правил. Динамо, да, сбили. Сейчас 22-го номера. Это Ян Бурьян. Оказался в центре он. Поле. Но на своей позиции правил полузащитник. Артмедиа. Я думаю, что девятый номер пришел. Там около мяча все крутятся. Юра и Галлинар. Ну, и устраивают стенку, естественно. Готовятся выстроить стенку в Минский Динамокс. Но пока только готовятся. Такое производственное совещание прошло на поле. И в составе Артмедиа. Кто будет бить и как будет бить. Там и второй номер. Андрей Дебнер. Недалеко от мяча и 25-й Ян Козы. О котором мы вам рассказывали. Плеймейкер команды. И девятый Юрой Галлинар. Галлинарчицкий бьет. Тоже мяч попал. Немного кого-то из Динамоксов. И уходит за линию ворот на угловой. Видите, какой высокий девятый номер. Высокие футболисты. Юрой Галлинар. Каждый уехал в них за метр-москейс. Первую голову сейчас будут подавать. Ворот Динамо. Словацкая команда. Знаете, вот Учевского была прекрасная пресса. В свое время, когда он сам играл в футбол. Он был братаем. Играл в Минском Торпедо. Много лет. И потом будет уже играть на Машкудане. Пожарский. Мы смотрим за атаку. Посмотрим. Завинал. Прошел одного, выграл. Второго. Его приостановил. Но мяч остается у Динамоксов. Сейчас уже в позиционную атаку перешли. Мы вынуждены. Остановили атаку, которая сходом должна была развиваться. Сейчас против Марсия нарушили правила гостей. Марсов здесь в центре полузащиты оказался. Тигарев. Будет подача. Да, подача на дальний угол вратарской. Здесь никто к мячу не успевает. Ну, и я начал говорить о Тучинском. Была прекрасная у него пресса. Пресса не только наша белорусская, но даже союзная. Что у него блестящая реакция была. Он чувствовал позицию. Ну, и все специалисты. Какое будущее было бы у этого вратаря. Додали ему хотя бы расточку метр 15-20. К сожалению, низкорослый, как говорят в спорте. Игрок, вратарь. Ну, и тем не менее, он всегда имел хорошие отзывы. И прекрасно защищал ворота тех команд, в которых он выступал. Ну, и сегодня, представляете, работая тренером, вот занять место основного вратаря в международном матче в составе Минского Динамо. О чем-то это и говорит. Да, Тучинский успел поиграть и в России. И вот в конце концов все-таки вернулся на родину. Ну, помогать молодым вратарям Минского Динамо. Сейчас Ян Козык готовится выполнить штрафной. Вот это было крупным планом Эдуард Тучинский на ваших экранах как вратарь Минского Динамо, о котором мы вам столько рассказали. Можно сказать, что сейчас даже фактически эсмейщиков-то у него нету. Тем временем штрафной будет бить баллисты Артмедиа. Далековато, правда, давай вот. Скорее всего, будет навес. Ну, так долго совещаются чехи, но им торопиться некуда. Напомню, что они выиграли первый матч 2-1. И ничья в том, что они их устроили сегодня. Я сбросил под удар сейчас. Ну, достаточно такая неприятная ситуация возникала в штрафной Минского Динамо. Ну, не совсем удачно распорядились мячом наши гости. Заметен у Словаков сейчас вот Холинар в последнее время. Вот второй нападающий Аравец как-то его меньше видно на поле. Хотя вроде последний список у него побогаче гораздо. А вишься, португальский поиграл чемпионат. Посильнее будет Словацкого. Вообще в славанской команде практически нет регионеров. Десять игроков на поле. Это Словаки. И один, по-моему, Петр Чвирик чехом является, если я не ошибаюсь. Сейчас проверим. Нет, все-таки ошибся. Это Ян Боян чех. Это Чур чех. Остальные все Словаки. В центре поля сейчас идет борьба. Успокоилась немножко игра. Сбили атакующий натиск Динамо. Не до конца, судя по всему, с этим Володенковым не согласен. Продолжает атаку. И мяч кому-нибудь... Свободный удар. Свободный удар. Удар от ворот. Зрители, конечно, недовольны таким решением. Арбитр очень самотвержден. Там у лицевой линии поля, у Гробки, поля дорожный занять Виталий Володенкович. Он получил, прихрамывал. Я думаю, кто сможет продолжать игру. Все будет в коре. Да, как-то на домашних матчах команд Алексея Петрушина так получается, что судят игры выходцы из бывшего Советского Союза. Вот сейчас грузинская бригада арбитров обслуживает встречу. А в минувшем сезоне, когда он возглавлял Кайрат, самое интересное, что обслуживал эту команду и игру старт-медиа, белорусская бригада во главе с Сергеем Шмоликом, которому, кстати, у Алексея Петрушина есть немало вопросов по тому матчу. Но я думаю, теперь у него есть и масса возможностей для того, чтобы прояснить эти вопросы. Тогда был пенальти в дополнительное время, а компенсированные уже дополнительные вырвали Словакии победу. Вообще, турнирный путь в минувшем сезоне у Словаков был очень интересный. Впоследствии они переиграли Селтик, Партизан, попали в сильную группу Порта, Интером. Вот Тигарев сейчас оказался на месте. Он здорово, выиграл за счет. Красиво сейчас Тигарев резко тормознул. Защитник пролетел, вы знаете, как на коньках мимо него. Подачи не нашла мяч, после подачи не нашла адресатор. И вдруг пытался войти в профильную площадь. Забрали у него мяч Словакия. Опять Тигарев, бюджет, бюджет, бюджет. Ну что, что-то неудачно. Словакия. Не надо ходить и не родить. Такая салтода любая срезка возможна. И сейчас Сергей Кисляк поступил абсолютно верно. Словак страстнул и, не задумываясь, ненадолго, по крайней мере, задумываясь, нанес удар. Завершающий удар. Хорошо работает правый фланг у Динамо. Уже несколько мы видели острых атак было именно через этот фланг. Вот сейчас иду с мячом. И аут сейчас будет. Брассу, баллисты, наши команды. Ковиль, Ковиль, Кигарев упал с помощью 15-й номера гостей Гайдаша. Вот сейчас вся команда Артмедия в своей штрафной площади. Ни одного игрока ни в центральном круге не осталось. Ни ближе к центральному кругу. Ну и все Динамо, все естественно, потянулись в штрафной площади гостей. Кроме Тучинского вратаря. Подача, хорошая подача. Искус мяча такой непредсказуемый. Искус подает на 10-метровую отметку. Мяч оттуда выйдет. Еще один навес в сторону штрафной и опять безадресный, к сожалению. Ну, по всей видимости, направо сейчас передача адресовалась. Володинков там оказался. Хорошо сейчас поборолся Дмитрий Челей. Шестой номер Динамо в Севминске. Шестой номер Динамо в Севминске. Вот отличная передача на Львове в Севминске. Мы должны быть и до поворота. Сюда немножко помешали себе два белорусских бразильца. Только что иду на ваших экранах. Был достаточно давно этот футболист уже играет в Беларуси. Можно сказать, что ветеран белорусского футбола. Ну, и мне кажется, что год тот год он потихонечку, но все-таки, прибавляет в игре. Начинал он совсем зеленым. Техничным, но зеленым. Ну, сейчас он отзывет лучше. Володинков Дмитрий Челей. Отличная передача на угол Вратарской на дальней. Туда подкрался Жовинал. Все-таки, наверное, стоило Жовиналу попытаться сразу как-то слетку ударить. Я думаю, что или Аут зафиксировали, или Арбитр, или вообще вне игры зафиксировали у Жовиналов. Трудно сказать. Нет Аут все-таки будет выбрасывать. Да, темпы группы падают, к сожалению. Сыграли меньше получаса игроки. Динамо Минспорт Миде. Братислава 0-0. Напомню, что это конкретный матч. 1-2 Динамо Цельминского в гостях проиграли. Сегодня надо выигрывать, надо забивать. Но начались хорошее настроение, мельчане. Посмотрим. Да, достаточно неплохо взаимодействуют футболисты. Наши команды не пускают они игроков Арт-Медиа на свою половину поля. Очень хорошо действуют в центре Иду и Чалей. Чалей, кстати, недавно совсем оправился после тяжелой травмы. Два месяца не играл. Буквально это его третий матч. Матч. Даниэль Чурш, 13-й номер, организует ответ на атаку Арт-Медиа. Но далеко мяч не прошел. Чверик, два центра, играют направо. И пас вперед в линии атаки. Тоже не проходит у гостей. Еще один такой заброс мяча за защитников Минского Динамо. А здесь возникает опасность. Опасность на первом мяча будет Эдуард Тичинский. Ну, это Коза как-то потерял. Он левой ногой пробил. Он бил или простреливал. Даже трудно понять, что он делал. Вообще, я заметил, частенько мяч от словацких игроков отскакивает просто. Видно, что они не очень техничные. Больше как-то силовой футбол. Они, наверное, привыкли к такой манере игры. В национальном чемпионате сейчас у Арт-Медиа, после, по-моему, трех игр, семь очков. То есть, первую игру команда в чемпионате проиграла. Потом сыграли в ничью. И последнюю игру выиграли 3-2. То есть, семь очков у них было в активе. Не очень много. Ну, там чемпионат тоже недавно начался. Да, девятое место они занимаются сейчас. И причем, достаточно много команда пропустила. 9 мячей в 5 играх. То есть, можно им забивать. И не скажешь, что защита непроходимая. Марсия с мячом тем временем. Хорошая передача на Тигрева. Тигрев в центр. И хорошо прострелил. Прострелил вратарскую площадь. Но защитники опередили нападающих мячами. Ну, а Динамо приходится разрываться на два фронта. Это ведет команда борьбу за золотые медали. Причем, достаточно внушительная группа команд. Вот сейчас опять навес. Там Иду вел борьбу. Высоченный вратарь команды Каминар. Словакской. Забрал этот мяч. На ваших экранах Иду. Только что был... Ну, сейчас длинная передача на ход Ковелли. Ковелли победил в ходе красной. В борьбе, в тяжелой борьбе. Андрей Дегмар, второй номер защитник гостей, выбивает у нас за пределы город. Всем показалось, что угловой. А что-то... Да, Сидия предъявил, что Ковелли коснулся мяча последним. Ну, собственно, при повторе это почти и видно. Ну, вместе они били по мячу. По-моему, там вроде защитник как бы... Как бы был второй... Протронулся, да. До мяча. Ну, мне нравится, как Динамокси сегодня играют в сентри поле, как организуют атаки. Не очень доволен своей командой пока Йозеф Адамец. Хотя тут страшных, особенно опасных моментов ворот. Арт-медиа нет. Ну, выглядит Динамокси пока в эти полчаса. Матчи гораздо симпатичнее. Этим временем уже 30 минут сыграли команды в первом тайме. По-прежнему мячуя 0-0. Вот уже Словакия уже видишь, уже более активнее переходят на половину поля Йозефа. Пытались тут пристинговать. И достаточно успешно нарушили правила в атаке. И тут, разумеется, тоже чем-то недоволен. Поднялся со своего места и разводит руками. Смотрим, чем завершится очередная атака Минского Динамо, которая развивается по левому флангу. Ну, пока продвижения вперед нет. Вот сейчас пас на Ковеля. Ковель играет. Дальше-дальше не прошла комбинация, к сожалению. Но мне нравится, что сегодня хотя бы пытаются комбинационно разыгрывать мяч динамовцы. Далеко не всегда это у них получается. Но уже сами попытки сыграть в комбинации, в стенку, там, увидеть освободившегося партнера на втором плане, это уже хорошо. И вот неожиданный бой в ворота Минского Динамо. Абсолютно неожиданный. Да, это герой Халлинар сейчас красивым ударом перебросил вратаря. Ну, он не перебросил даже вратаря. Вот я думаю, если будет повтор, недовольный Виповской ложи Динамо. Вот девятый номер, который забил Монгол. Он, знаете, как-то подставил ногу. Вот смотрите, идет прострел справа, в штрафную площадь. Пас, да? И вот здесь он подставляет ногу. Видите, мяч по крутой дуге опускался в дальний верхний угол ворот Минского Динамо. И Тучинский абсолютно не ожидал такого удара. И чем ничего не предвещало? Никаких угроз вроде бы не было. И пробить оттуда было сложно. Ну, а чем, так сказать, славен Фургул? Гол забивается там, когда его совсем не ждешь. Ну, буквально первая опасная атака со стороны Аркмедиа тут же увенчалась голом. Ну, тем активней. Придется теперь атаковать в нашей команде. Да, Галлина Арклил, счет девятый номер. 0-1. Динамовцы проигрывают на своем поле. Но еще далеко не все потеряно. Вы помните, что в гостях Динамовцы вели 1-0. Но гости сумели... Но хозяев поля Аркмеди сумел на только отыграться, но забить победный гол. И победить в итоге. Да, 31-е минуты играют. Идет на Аркмедиа ведет. Да, ситуация повторяется. То есть, я, а его руками держу. В Братиславе на 20-30 минуте забили венчане. Здесь на 31-е минуте забили в Словаке. На Словаке в первом же моменте, который возник на половине Динамовской, они вот так его реализовали. Но абсолютно неожиданно, вы при повторе это видели. Такие удары крайне редко удаются. Но тогда удаются, что вратарь практически не убесили. Никак не ожидал удар по воротам. Володя Рухович. Ну, вы повправляете, да? Повправили, да? Говорят, это пустые, но это не пустые. В лотаряных мединах. Там были два защитника. И дают играть, что самое интересное, высокие защитники Аркмедиа на втором этаже нашим футболистам. То есть, нужно использовать. Все-таки это не сильная их сторона. По лёгко-очекам, личикам надо быть ещё более внимательными. Ну, а здесь мяч потерян. И после этого нарушения правил не прав Сергей Павлюкович. Никого сейчас на подборе не оказалось. Ну, и надо было останавливать, конечно, атаку, которая могла быстро развиться. Посмотрите, посмотрите этот повтор. В какой момент здесь защитники наши выпрыгают выше. Но, к сожалению, даже уже, казалось, в пустые ворота отправить мяч не смогли. Петр Бурах, 24-й номер, выбил мяч буквально с линии пустых ворот Аркмедиа. Ну, поменял Йозеф Удалец линию атаки в своей команде. Хотя, вроде как, забили два мяча в прошлый матч. И, в принципе, это увенчалось успехом. Юрай Хеллинар, который не играл в первой игре, забил гол. Аркмедиа, кстати, играет четыре защитника. Даже пятый у них все время помогает, им прибегает помогать. Это Петр Бурах, с новым атакой Минского Динамо. Уиль, Фигарев, вынужден глядь назад, немножко на кисть ляка. Ну, там одни бразильцы были штрафные. Стоило ли вообще навес делать? На втором этаже они, мы знаем, не так сильные. Ну, у Росточка у них тоже не слишком много, и потом они борются плохо. Волнуются, волнуются, что-то подсказывает Алексей Петрушин. Ну, можно его понять, команда проигрывает 0-1. Чили. Зататкали там Марсио. Ну, вот сейчас может быть опасный штрафной у ворот Братиславы. Но для того, чтобы был опасный штрафной, нужен хороший исполнитель стандартных положений. К сожалению, Минская Динамо в этом сезоне таким исполнителям похвастать не может. Мы сейчас посмотрим, кто будет бить кисляку. Подходит к лучшему. По всей видимости, он не будет. Ну, там и Володин Хунго. Бежевин, он даже прибежал к мячу, ставил. Я бы, конечно, советовал, чтобы кисляк бил. Кисляк, смотри, техничный, да, он может обвести в стенку. Вот кисляк исполняет, очень здорово исполнил штрафной. В сантиметрах буквально от ворот мяч покинул пределы поля, чиркнув. При этом защитник арт-медии. Угловой удар. Есть о чем задуматься Адамесу. Уже, по-моему, пятый по счету угловой ворот арт-медии. Ну, отбились гости. В финал переводит. Но зачем, зачем играл сейчас Сергей Павлюкович? Оставил бы мяч, приходил сюда на правый фланг атаки. А сейчас быстрый ответ гостей. Калинар набирает скорость. Самоотвердно играет в подхвате. Зелумал спасал, сейчас выручал своих товарищей по обороне. Четвертый номер минской команды. Перехватил этот пас, который был очень опасен. Да, задумался Петрушин. Переживая. Ну, очень здорово. Есть о чем думать. Здорово так начала команда игру. И вот, я знаю, при огромном преимуществе, территориальном, игровом преимуществе пропустила гол. Досадно, обидно. Надо что-то решать, что-то думать. Как выправлять положение. Без того оно было сложным. Сейчас еще сложнее. Атакует опять гости. Вот это очень опасная атака. Прослезо-вратарский удар. И второй гол вороток. Ну, вот здесь уже, конечно, защитники ошиблись. Расписались, так сказать, свои. Это вратиско-вратиско-вратиско. Опорный полузащитник. Артмедиа поздравляет тренерский штаб главного тренера с забитым голом. Сейчас в очень тяжелой ситуации попали динамовцы. Посмотрим еще раз. И опять вот Холинар сделал. Фактически он сделал голевой момент. И вот здесь никто не мешал. Во-первых, оставили без присмотра Гайдаша и защитники были в стороне. Но вратарь, вратарь, ну что вратарю только стоит наблюдать за тем моментом, который возникал у него штраф. Ну что ж, 2-0. К сожалению, 2-0 не в нашу пользу. За пять минут до перерыва. Ну, больше чуть-чуть шесть минут еще до перерыва осталось. 2-0 ведет Артмедиа в гостях с минским Динамо. Очень тяжелую ситуацию повторюсь еще раз попала сейчас белорусская команда. Вообще у Динамо проблемы в последнее время с забитыми мячами. Вроде нападающие индивидуально сильны, но что-то не получается у них забивать голы в последнее время. Вот и с Неманом не вышло. И в белорусском чемпионате тот же Ковель и тот же Марсио, они не числятся в бомбардирах. Есть еще, правда, у нас в запасе Денис Попо, который пришел из Краснодарской Кубани. Ну, опять же, он трудно входит в коллективную игру, трудно входит в команду. Много бегает, передвигается, такой мощный парень. А моментов и голов, к сожалению, мы по крайней мере не дождались. Ну, Денис Попо, он, наверное, более такого таранного типа. Да, типичный таранный нападающий. У игроков таранного нападающих таранного типа должны обслуживать полузащитники, выгодовать им передачи на ход, штрафную, борьбу с защитником. Чтобы рядом все было, это и нас три и атаки. Тогда это опасно. Я думаю, стоит ближе к перерыву назвать тех, кто может выйти на поле во втором тайме. У Динамо это вратарь 12 номер Павел Шишея. Пятый номер Игорь Рожков может усилить состав. Восемнадцатый, как мы уже упоминали, Денис Попов. Девятнадцатый Сергей Гигевич. Двадцатый Александр Мартинович. И двадцать пятый Алексей Добровольский. Александр, по-моему, Добровольский. И еще, кстати, концевой в запасе. Да, и Сергей Концевой, защитник. Ну, я не знаю, стоит ли вам называть замены, которые могут произвести наши гости. Дело в том, что фамилии этих игроков, я не думаю, что очень о многом говорят. Болельщик Минского Динамо. Колор это второй вратарь. Мараши 12 номер. Реттер, Салат, Астра, Каймрас. Ну, такие игроки в запасе. Шесть игроков в запасе у Артмеди. Ну, сегодня, вы знаете, сегодня большой, не только игровой день Кубка Уэфа. Сегодня жеребьевка групповых турниров в Лиге Чемпионов. Там забавная, мой быт, возникла ситуация. Во-первых, два украинских клуба попали, два российских клуба попали. Вчера абсолютно неожиданно. Для меня это просто было, ну, как снег на голову летом. Что Аякс проиграл, выигрывая по ходу у Копенгагена. Проиграл 0-2 и выбыл из турнира. Сенсация, конечно. Ну, Стьяова обыграла по сумме двух матчей. Стандарт бельгийский. Диевский стандарт. Тем временем штрафной выполняют гости. У мяча Козак навешивают. Ну, вне игры был подняв лажок, сейчас вне игры сейчас. Был кто-то из нападающих от Медии. Ну, это тот же самый Юрий Холюна. Ну, он все время на острие, заметьте, он все время подключается, все время в самых горячих точках. Да, он сегодня в первом тайме лучший в составе обеих команд. Да, я боюсь, что задача им стала трудно разрешенной для белорусской команды. Ну, сейчас в шоке пребывают. Может быть, в легком шоке сейчас футболисты. Ну, так старались, так атаковали и два гола получили в собственные ворота. И вместо того, что перед началом матча я говорил об этом, хорошие шансы были. 1-0 в игры, думаю. И за счет гола, забитого на чужом поле, мы могли выходить в следующий раунд Кубка УФА. Ну, а сейчас по сумме двух матчей уже 1-4. 1-4 попробуют играть. Ну, Надежда умирает последней, так сказать. Эту истину знают все болельщики и все, наверное, спортсмены. Надо бороться до конца, продолжать бороться. Не сегодняшним матчем заканчивается футбол для Минского «Динамо». Ну, грамотно вторым номером играет Словакия. Особенно во второй половине первого тайма. Ну, кого может выпустить Алексея Петрушина в втором тайме? Может быть, Рожкова или того же Попова? Да, особых претензий. Может, это Добровольский? Особых претензий нападающим тоже нет. Они тоже стараются, сегодня не стоят на поле. Все ищут, битча, смотри, Марси, Эду открываются. И Леонид Кувель, сейчас он на месте правого трайнего. Володинков там был в борьбу, потерял мяч. Все-таки продолжает, продолжает, не выбывает из игры, продолжает бороться. Ну, мяч у словацких футболистов. Так, не спеша, перешли на чужую половину поля. Как-то меньше. Жаленар. Ударов стало со стороны Динамо. Больше какой-то вязкой борьбы. Они реже сейчас доходят до штрафной, до опасных позиций. И реже возникают. Начали очень здорово. Комбинационно проходили проходы, пасы штрафные, под удар. Было много достаточно острых и неприятных для гостей моментов. Ну, а сейчас сбились на более мелкий пас. И опройти, вы знаете, даже не скажу, что глубоко слонированная оборона словасской команды. Нормальную оборону четырех футболистов. Достаточно нелегко. Лежу тут в центре поля футболист. Из Братиславы. Получил травму в столкновении. Динамо, вот, встает. Пятнадцатый номер. Братислав Гайдаш, автор второго мяча в ворота. Минского Динамо. Ну, мяча не отдают мяч сопернику, потому что был травмирован игрок. Ну, а дамец в свете, и выражение лица у него изменилось, и голос стал позвучнее. Дает команду, призывает своих ребят, наверное, продолжать атаковать. Все у них получалось, как было задумано. Играли вторым номером, дадили успеха. А в меньшине вновь идут вперед, и все. И Марсев вновь хотел обыграть половину игроков обороны, арт-медиа. Но на втором игроке мяч, к сожалению, потерял. Ну, что ж, звучит свисток, свисток Ливана Паниашвили. Никаких претензий к арбитру, по-моему, у нас и у вас с вами быть не должно. Ливан Паниашвили из Грузии нормально провел, без ошибок, первый тайм. Суваление 0-2. Первый гол мяч они пропустили на третьей минуте от Галинара, на 38-й от Гайдаша второй. 0-2 на перерыв, команда уходит при таком счете. 2-0, арт-медиа впереди, перерыв. И буквально минутку тому назад на размокшем поле стадиона «Динамо» в Минске начался второй тайм матча второго коллекционного раунда «Купка УФА». Повторного матча между Минским «Динамо» и «Арт-медиа» Братислава Словакия. 0-2, к сожалению, 0-2. «Динамо» все проигрывают. Тренеры команды, на удивление, замен не произвели в первой игре. Ну, может быть, и у наставника Минчана Алексея Петрушина, и у Юзефа Адамеца, наставника «Арт-медиа». И претензий к ним особенных нет. Но особенно у наших гостей 2-0, по-моему, это большой подарок для «Арт-медиа». Тем более, что по игре большую часть первой таймы все-таки атаковали, первые 30 минут больше атаковали Минчане. У них возникали опасные моменты, они создавали, реализовать которые, к сожалению, не смогли. А вот гости ответили двумя контратаками, которые завершили Галлинар на 31-й минуте. Такой неожиданный был удар в дальний верхний угол. Внеударом подставил ногу на курошельную передачу с правого фланга. И Гайдаш потом остался ни с кем не прикрытым на 38-м минуте, увеличил счет 2-0. Адамец недоволен, как начали его подопечные вторую половину матча. Ну, немножко повеселее. Сейчас стало дождик на время, а может быть, и насовсем прекратился. Но я думаю, стоит еще раз представить составы играющих команд. Итак, Артмедиа с Братислава сегодня вышла на игру в следующем составе. Ротарь, 18-й номер, Любаш Каминар. Второй номер, Андрей Дебнар. Девятый номер, Юрей Халлинар. Автор забитого мяча, 13-й номер, капитан команды Даниэл Чур. 14-й номер, Томаш Аравец. 15-й, Вратислав Гайдаш. Это футболист забил второй гол в ворота Минчан. 19-й номер, Мариан Чешовский. 20-й номер, Петер Чвирик. 22-й номер, Ян Бурян. 24-й, Петер Бурак. И 25-й, Ян Козак. Главный тренер команды, Йозеф Адамец. Ну что, напомним составу Минского Динамо? Или ты думаешь, что болельщики наши хорошо знают и помнят? Но все-таки в воротах, Эдуард Тучинский. 2-й номер, Ян Тигарев. 4-й, Завинал. 6-й, Дмитрий Чилиш. 8-й, Виталий Володинков. 9-й, Леонид Ховил. Смотрим, как атакует Динамо. Закончится ли эта атака ударом-поворотом? После этого дальше буду вас представлять состав. Ну что, Завинал бьет? Попадает своего оппонента из оборонительной линии Адвард Меги и быстрая контратака гостей. Да, вот играть на контратаках, судя по всему, по баллистам Адвард Меги и Лига, то у них это неплохо получается. Так, 9-й номер, Леонид Ховил. 10-й, Сергей Кисляк. Володинков. Прострел, хороший прострел в районе 11-метровой отметки на набегающую Марсу. Марс играет по 22-м номерам. 14-й номер, Сергей Павлевков. Капитан команды 16-й Кирилл Павлевичек. 21-й Адвард. Главный тренер Динамовцев Алексей Петрушин. Судейская бригада из Грузии. Ну, последует угловой Динамовцев я назову им игрой судей в поле и на линии. Подача такая у Кисляка получилась, что мяч пролетел надо всеми игроками, которые расположились в Трофной Пруссии. Сейчас же борьба на правом плане, опять подача во Вратарскую. Мяч у Кисляка, Кисляк сбрасывает под удар, но надо бить. Ай-яй-яй-яй-яй. Из такой удачной, хорошей позиции промахивается. Кисляк бьет с левой ноги. Ну, а сейчас иду. Слишком долго обрабатывал мяч. Пока он принимал решение, что делать, его уже успели заблокировать удар. Мы помним, в первом тайме у него также была возможность пробить с выгодной ситуацией. И также он долго принимал мяч. Вот сейчас на повторе видим, как в дальний угол наносил удар молодой футболист. Ну, Кисляк был сейчас, конечно, попадем в дальний угол, был бы красивый угол. Но, к сожалению, к сожалению, не попал. Ну, хорошо, что динамовцы не совсем, так что смеялись еще с поражением, продолжают борьбу. Второй тайм тоже начали с атак на ворота гостей. Не знаю, к чему это приведет. Еще раз повторю, что по сумме двух матчей динамовцы проигрывают 1-4. И Артмеди атакует, удары сдали, удары неточные. Тем временем у Артмеди готовится замена. На поле сейчас выйдет Любаш Рейтер, 17-й номер. Кстати, автор забитого мяча в первом матче. Это нападающий. Кого он, интересно, поменяет, скорее всего, это будет Аравис. Я посмотрел в этом сезоне, он практически во всех играх играл в национальном чемпионате. Любаш Рейтер за Артмедиу. Несколько меня удивило, кстати, что в первом тайме Адамец его не выпустил на поле. Ну, пока игра идет, значит, замена не производится сейчас. Динамовцы начинают очередную атаку. Но все время приходится уже в конце первого тайма, в начале второй веки, позиционно атаковать. Динамовцы, когда гости большими силами возвращаются к своим воротам. Ну, это издали удар. Лишь в сторону ворот. В сторону ворот. Нет, все-таки вратить слово Гайдаша. Ну, нападающий меняет нападающие. Гайдаш в первом тайме тоже больше не столько помогал нападающим, сколько сам играл впереди. Гайдаш более такой атакующий полузащитник. По всей видимости, кто-то сейчас из чистых нападающих все-таки оттянется назад. Посмотрим. Ретро, кстати, Артмеди арендовала у американской команды Чикаго. В аренду Нонтон на два года. Словацкую команду. Опытный игрок достаточно. Сейчас посмотрим, какие перестановки произойдут у гостей. Да, Денис, вы говорили в первом тайме, что этот разбор произошел в Словацком клубе в прошлом сезоне. Когда в связи с тренером Владимиром Вайсом, с которым уехали еще много игроков в российский чемпионат, и еще несколько игроков уехало из-за границы, то есть команда практически развалилась. Сейчас создается вновь, создается больше какие-то игроки. Вернулись когда-то, некогда играли за Артмеди. Пришли новые, то есть новая команда, трудно ждать очень хороших результатов. В кисляху мяча, из кем-то выстраивают футболисты Артмеди. На угол вратарской подачи, там вратарь без труда камера ловит ее. Вот так они блещут результатами на внутренней арене Артмеди. Не блещут результатами и Сатурн из Раменского, которого можно наполовину назвать Словацким клубом. Главный тренер, четыре футболиста, а Сатурн в середине таблицы находится премьера лиги. Мы смотрим на атаку Динамовцев. В стенку пытался Владимирович сыграть. Не получилось где-то на передачи. Хороший просрел Владимирович вратарскую падает камером и мяч ловит. Знаете, молодой этот галкипер не нравится, никаких ошибок не допускает. Играет спокойный 19-летний парень, Легош Камеран. Да, он самый молодой в составе Артмеди. Вообще игроки достаточно опытные. В среднем возрасте 25-26-27 лет. Ну, самый игровой возраст, самый хороший возраст для футбола. Мы смотрим атаку Минчан левым флангом. Опять подача, хорошая подача на дальний угол штрафа. Но опять, видите, уверенно вратарь. Выходит, кулачок подставил так, и мяч отбил далеко в безопасную зону. Может быть, стоит больше низом эти прострелы делать? Ты знаешь, что сегодня низом трудно, наверное, делать передачи, потому что поле-то влажное, сухое. И мяч как скользнет от травы, дополнительное ускорение приобретает. И трудно его принять, остановить. Так, он пытается динамик соиграть низом, ты видишь? Ну, и меньше вдалека все-таки стали бить. Если в начале первого тайма как-то пристреливаешь. Ну, как расстрелов штрафную стало больше. Ну, так же, как в начале первого тайма мне абсолютно схоже с тем, для меня, как и начинался весь матч. Леонид Ковиль недоволен своими действиями. Он, как Байдачный, о чем-то задумался. Ну, Байдачный тоже ждет, не дождется, как и Курненин, который сейчас возглавляет молодежную сборную Беларуси. Когда заиграют, наконец-то, белорусская молодежь, белорусские игроки в национальном чемпионате, в этих международных матчах. Для того, чтобы был бы выбор, больший выбор. Чем больше хороших игроков, тем легче потом создать сборную, молодежную, национальную. Я думаю, что у Пунтуса сегодня те же проблемы, что и у Курненина. Ну, Курненина, может быть, полегче молодежная сборная, там, на мой взгляд, состав неплохой определяется. Хотя наигранные составы национальной команде. Ну, посмотрим, национальная команда стартует скоро, 2 сентября. Встреча с Албанией в отборочном цикле чемпионата Европы 2008 года. Тоже с тревогой и надеждой, конечно, все белорусские болельщики ждут этот отборочный цикл. Ну, посмотрим, что донесет нам радость или очередное огорчение. К сожалению, в международных матчах национальной нашей сборной отрицательный баланс. В товарищеских матчах сборной там все в порядке. Ну, ладно, не будем отвлекаться от матча Кубка Уэфа. Ну, я хотел добавить только, что молодежке предстоит тяжелейшая игра с чехами. Фактически определяющий будет матч. Да, у них скоротечный, неудачный, по-моему, этот термин. Мы придумали новый отбор для молодежных команд. Там три, по-моему, матча они играют. И там все определяется, да? Тем временем между собой взаимодействуют бразильцы. Кубинского Динамо. Марсио. Навешивать сейчас. Нет, все-таки в центр. И слегка уже. Опять Марсио. Решился пробить, но так получилось не сильнее. Вот почаще, наверное, стоит такие удары наносить. Ну, правильно, по такой табори только Бетиздали ничего не мешает. И трудно вратарям ловить мяч. Все-таки вот анализируя первый пропущенный мяч, мне кажется, что не хватило Кучинскому роста. Ну, может быть, и Росту ему не хватило. И потом, ты знаешь, мне показалось, что все-таки шальную голову забил Галлинар. Прострел справа, он как-то поправил мяч. Ну, дай ему Петренс повторить, после таких же передач справа в флангах, чтобы он забил в дальний верхний угол. Не думаю, что у него получится хотя бы разочек. Ну, смотрим, Володинков, как хорошо там боролся с тремя игроками Архмедия. В итоге доборолся с того, что мяч пришел на левый фланг атаки Минского «Динамо». Живенал, навес. Там Ковель уже был на стрии атаки у «Динамовцев». А вот это пас никому и никуда. Как-то все на подступах к штрафной больше взаимодействий и ноту последнего паса. Да, искусство последнего паса – это большое искусство в футболе. Все-таки Кисляк еще достаточно молод. И поэтому не все у него получается. Ну, и согласись, что нагрузки в этом чемпионате на Кисляка выпадают немалые. Молодой парень ему еще трудно привыкнуть. Ковель бьет, неожиданно бьет, мяч тоже рикошетит, а много защитников улетает на угловой. Молодец, Леонид Ковель, я его хвалю за то, что не задумываясь решил тут же пробить и попал в ногу защитников. Ну, и так удар у него получался хороший. И очередной угловой, где он уже созбился за счет, сколько угловых падает Минского Динамо. Достаточно много, вы тоже обратили на это внимание. Очередной угловой. И опять борьба в штрафную, там падает защитник. Ну, с помощью нашего игрока. Ну, несмотря на эту ненастную погоду, болельщики Минского Динамо, особенно фанский сектор, заполнен так. Ну, немного зрителей, наверное, тысячи две, наверное, есть на Минском стадионе Динамо. Но поддержка все-таки у команды неплохая, голосовая. Да, мне все же нехорошо, болельщики. Ну, это Бурьям там получил травму. Там подошел к нему вратарь. Ну, вратарь и судья подошел посмотреть, что же там случилось. Не тяжело ли травму. Когда судья подошел, туда и Бурьям встал. Ну, это небольшие, как говорил известный в прошлом футболистов репортажа, небольшие футбольные хитрости, небольшие хоккейные хитрости. Хитрости в спорте хватает. Ну, время играет в пользу арт-медии, это можно понять. Все-таки арт-медия, можно сказать, что кубковая команда. Именно вот такие вот скоротечные, паренные матчи, то есть недлительные турниры ей особенно отдаются. Причем не скажешь, что уровень мастерства игроков очень высок. Ну, все-таки сыгранная команда. Смотри, как они сейчас атакуют, проводят вторую атаку. Поверхопашное положение будет удар по воротам и третий гол в воротах Минского Динамо. Да, сейчас, по-моему, Петр Бурок открылся в штрафной, получил передачу и незамедлительно пробил опять в дальний угол, в дальний от Тучинского угол. 3-0. 3-0, пожалуй. Все в сегодняшнем матче, к сожалению, для нас с вами ясно. Ну, поздравляют игрока, который забил голубит. Он зашел в штрафной, никто ему не мешал, и точно нёхонько в дальний угол под штангу отправил мяч. По-моему, был это Петр Бурок. Петр Бурок, 24-й номер. Ну, дождусь появления строчки на электронном табло стадиона. Да, это был Петр Бурок. Ему можно отличить от другого. Да, Бурок, это на стадионе, 61-я минута, на табло написано, 61-я минута, Бурок коренной. Отличительной чертой Бурока является от всех остальных, то, что у него разрисованные руки, татуировки. Этим он заметен. Ну, это хорошо, Диша, ты заметил, из комментаторской, что у него татуировка на руках. Я открою, на гре, не примите для этого. Ну, если сейчас Динамо подает угловой, я понимаю, что Динамовцам хочется хотя бы размочить счет. 0-3 как-то дома проигрывать на своем поле не слишком приятно, не слишком удобно. Расстраивать и болельщиков, да и самим оставлять такой след в своей футбольной судьбе не хочется. 0-3 многовато, конечно, 1-5 по сумме двух матчей. Вот, издали удар по воротам, и опять Камеранц спокоен. Расстроен Петрушин. Да, никак белорусские клубы не могут преодолеть вот этот летний цикл игр и, наконец, сыграть осенью, действительно, в основных раундах и Лиге Чемпионов, и Кубку UEFA. Да, я думаю, что сегодня, не знаю, как закончится матч в Борисове, там в Борисове сегодня Батой принимает в ответном матче Рубин Казанский, но после 0-3 в гостях тоже шансов не слишком много у нашего клуба. У динамовцев, пожалуй, было его, этих шансов побольше, но побольше, вы знаете, и сегодня дома, но перед Динамо проигрывает. Да, к сожалению, дальше второго квалификационного раунда наши люди пройти в Еврокубках не могут. Вывинал не то подавал, не то бил по воротам, не знаю, но промахнулся. Все-таки, чтобы не говорили, а уровень нашего чемпионата достаточно невысок. Ну, с этим соглашаются все, но как сделать так, чтобы поднять этот уровень чемпионата, чтобы на самом деле была жесткая конкуренция? Ну, конкуренции, может быть, и хватает в чемпионате. Не хватает, к сожалению, мастерства турболистов. Вот уже 20 минут в квалификации тренеров. Пока замена не производилась у хозяев поля. Но гости освоились, видите, после того, как счет стал бы в пользу. Атака за атакой на ворота динамовские. Сейчас небрежно пробили. Может быть, стоит выпустить сейчас Петрушину молодых игроков на поле? Того же Гигевича, того же Добровольского. Денис, можно посоветовать выпустить молодых игроков, но если захочется все это делать вообще разгромом. 0-3 неприятно, а будет еще 0-5-0-6. Что-то, да, мы скажем, зачем Петрушин выпускал молодых игроков. Нет уж, пускай здесь тренер решает сам. Здесь я ему не советчик в такой игре. Расстроен Виталий Володенков. Ничего не получается у его команды. Вадим Жук на ваших экранах. Ну, он, как обычно, принимает гостей. Успехи на матче, комиссаром матча, он их сопровождает по стадиону в СУЗО. Ну, один Жук в пределе остается. Да, самый знаменитый реферия белорусский судил финал Кубка УИФА. Ну, да, хороший арбитр, прекрасный арбитр. До него такой, такая, ну, не такая слава. Тогда еще было меньше международных матчей. Вереже судили белорусские арбитры. Был как где-то в 60-70-е годы. У Года Владимир Ходин тоже прекрасный арбитр. Очень высоким авторитетом он пользовался. Ну, вот, Вадим Жук стал продолжателем дела начатого Ходина и другими. Ну, смотрим за атакой Артмедиа. Ну, вот Ковель, я заметил, с каждой атакой все глубже и глубже опускается. Ну, он сейчас сместился, вот, видишь, на правый план к атаке. Ну, правый ему какой-то привычнее, но он сейчас занял уже место почти правого полузащитника. Хотя Ковель, конечно же, чисто нападающий. Да, он пытается что-то сам предпринять, но самому в такой ситуации сложно придумать. Ну, его понять можно. Знаешь, когда остается человек долго без мяча, он сам стремится этот мяч выиграть где-то, что-то для себя самого создавать. Ну, посмотрим очередную атаку Динамовцев. Вот, Володинков. Ну, Володинков, на пререз ему бросается защитник, подкатит и выбивает мяч в ау. Андрей Дебнер удачно сыграл сейчас в борьбе с нападающим Динамо. Чилей. Ну, Чилей, кстати, мы говорили, Денис, ты говорил, после атакы удар по воротам опять низом. Хорошо, неплохо сейчас сбил. Градону прямо в вратаря. Ну, Чилей больше после большого длительного перерыва, тяжелая травма у него была, лечился, лечился, парень вышел, и я скажу, что он отнюдь выглядит далеко не самым слабым в составе Минского Динамо. Ну, сейчас был четвертый, как было. Ну, иду, конечно, жестко сыграл и получил желтую карточку заслуженно. Заслужил иду эту желтую на все сто. Въехал двумя ногами в голеностоп, по-моему, соперника. Может быть, не столь жестко, громко кричал пострадавший, но кричал громко. Судья услышал вопли о помощи. Наверное, нервы уже просто сдают. Значит, сдавать уйду. Ну, может быть, конечно, потому что играешь, играешь, бегаешь, бегаешь, и ничего не получается. Да, как ни в чем дело, не бывало, встает Ян Бурин. Ну, вот, Жоржихи выигрывает борьбу Кеченский. Да, 3-0 команда проигрывает. 3-0 команда проигрывает, и, знаешь, у меня язык не повернется, Эдуарда в чем-то в одном из этих трех уголов упрекнуть. А вот это не классовый удар из-за лица, хороший удар. Опять Кисиак. Трудный план на ваших экранах. Чаще стоило вот так вот бить издалека. Таким мяч скользкий. Еще в первом там, как-то неохотно вот. Идут подтягиваются защитники Динамо в штрафную площадь. Потихонечку, потихонечку, трое. Ну, подошли, как принято, центральные защитники, высокие. И Павлюхович здесь и Павлючик. И подача в их направлении. Мяч от головы нашего защитника уходит за линию ворот. Удар от ворот. Удар от ворот. Да, опять же, вроде бьют, и вроде какие-то срезки постоянные. То есть такого акцентированного... Направленного удара после подачи углового нет, да. Этот компонент явно страдает. Игры у Динамо. Ну, рукой придерживал сейчас Тигри, по-моему, своего соперника. Нарушил правила свободный удар. Дозавел Дахмедев атаку на левом фланге. Опять подача на дальний угол воротарской. Но здесь не успевает к мячу Бурьян. Уколозащитники Архмедев более нацелены. Передачу свою отдает. То есть они смотрят, куда бить, где. Свободный партнер. У наших же игроков как-то... Ну, и туда набегают, кстати, нападающие партнеры по команде. Ну, Чиж, конечно же, переживает. Его тоже можно понять. Столько кладут внимание и средств создания Динамовского коллектива. Серьезных результатов, к сожалению, нет. Тем временем Павлюкович. Кисляк оказался на месте центрального защитника. Дальше Чилей. Ну, хорошо, хорошо развивается. Ну, и будет прострел. Ну, вот нету паса последнего. Последний пас и опять ошибка, да? Насколько обидно. Вот столько передач сделали хороших. Дошли почти вот до углового флага и мяч потеряли. Ну, сейчас летом Динамовского коллектива соусилились полузащитником из Габона. Банангоев, сложно выговорить его фамилию. По слухам, очень достаточно талантливый игрок. Хотя, он сыграл сегодня несколько матчей. С Номаном, в частности, КПД тоже пока не очень высокая. Вот бы у него результат так, как он сказал, ну, не забивай. Я, 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 поднимает мяч. Голоденков, по-моему, там над полем он попал ему на подъем, улетел вверх, попал в защитника. И на это и так не дошел до ворот. А момент был хороший, Голоденков сейчас активно играл. Разводил, разводил рукавил. Голоденков показывал, что сыграл защитник рукой, да, ему так показалось. Но, между тем, там, в красную... Сейчас он его посмотрит. На повторе посмотрим. Видите, как хорошо убирают защитника и под левой ногой мяч. Да, попался. Ну, попал в лицо, в руку, там трудно сказать, может быть, в лицо закрывал рукой защитник. Но он не играл, по-моему, не играл. Ну, это все, все-таки относительно, мне кажется, не играл. Тоже не прореагировал на данную ситуацию. А это был Козак на ваших экранах только что. Футболист, который не сумел закрепиться в английском пионер-лиге. У болельщиков Минского «Динамо», к сожалению, которые пришли в эту, прямо скажем, нефутбольную погоду на стадион. Но пока команда проигрывает в мультфильме. Хорошо, что атакует, не стало. Эду, Эду, ну, Волгогор, Лагерин, вот эта желтая карта, что должна быть. Да, ее показывает арбитр Дебнару, второму номеру защитнику гостей. Арбитр Ливан Паниашвили, напомню вам, из Грузии, ему помогает Зураб. Живоридзе и Кирилл Беранзе. Я вам сказал, что в начале второго тайма, напомню вам, судейскую бригаду лечить было не забыл. Ну, судейская бригада нормально ведет всю игру. Без каких-то видимых ошибок и нарушений. Двадцать восьмая минута матча. У мяча Ковель. Ну, может посоветовать Леониду и пробить. Не думаю, что уже виноватом получит этот удар лучше. Посмотрим. Ну, Ковель разбегается мяч под правой ногой. Бьет высоко поднимем мяч. Высоко. Высоко. Ну, у игроков Артмеди достаточно, можно сказать, уже и богатый опыт Еврокубковых матчей. В отличие от футболистов Минского Динамо. Может быть и это тоже сказывается. Ты знаешь, суммарная бьет, опыт у них не больше. Суммарная бьет, опыт у Минского Динамо больше в участии в Еврокубках. Так что Артмеди только в последние два года играют. У тех, которые сейчас на поле. Ну, которые на поле, да, у них больше. И более того, понимаешь, нельзя забывать, как в прошлом году. Дома в 0-1 проиграли, Интеры в гостях, правда, 0-4. Дома в гостях выиграли у Порту. Порту все-таки сильный фулк. В гостях выиграли 3-2, дома сыграли 0-0. Ну, и две ничьи с Рейджерсом было в групповом этапе Лиги Чемпионов. Артмеди даже сохраняла шансы на то, чтобы попасть в ПЛО. Достаточно было в последний игре Порта обыграть, но в ничью собирали. Не хватило всего одного очка, чтобы обойти Рейджерс. Рейджерс в итоге в группе был третьим. Вторым Артмеди была третьей. А выходили две команды из группы. Ну что ж, готовится я вижу замена все-таки в Минском Динамо. Кто-то раздевается там у... Даже двойная замена. Двойная замена, видите, да. Вот пошли игроки. Вот, по-моему, появятся и молодые. Ну, это Игорь Рожков сейчас был на ваших экранах. Ну, Рожков-то не очень молодой. Играем, играем, играем! Ну, а тем временем Артмеди так неторопливо по-хозяйски разыгрывает мяч в центральной части поля. Ну, торопиться некуда. 3-0 команда выигрывает. 2-1 выиграла дома. 5-1 ведет с общим счетом. Все их устраивает. Убираем в сегодняшнем матче. И спешить некуда. Надо просто приигрывать игру. Их можно понять. Да, Рожков. Смотрел здесь кромки поля. Гол престижа. Стоит забить, чтобы болельщиков как-то уважить, которые пришли в такую дождливую погоду поддержать команду. Ну, динамовцы стараются это сделать, но пока не получается, к сожалению. Заметь, что даже проигрываю 0-2, вот даже 0-3 во втором тайме. Все-таки они ищут путь к воротам гостей. Ну, вот хорошая передача, не успевает. Щуточку не успевает. Чуть длинный пас. И чуть-чуть не успел Марсов, по-моему, там был. Все-таки большая проблема в белорусских клубах. Нету сильных полузащитников, атакующих, которые могут и умеют отдавать последний пас. Ну, вот очередная атака. Сейчас Марсио справа набирает скорость. Опять в центр. Ну, тут один. Открыли, мяч отстакивает. И удары, гол. Так, у них нацелек, неожиданно, тоже гол. Но это настойчиво, если они не открыли, вознаграждено. Мяч каким-то замысловатым зигзагом попал ему к колено, потом отскочил ему за спину. Он успел развернуться и пробить. Ковель 3-1. Выкислика все-таки, вот, как мы и предполагали. Мы смотрим со второго момента еще раз. Видите, мяч в колено ковельку выпадает. Отстакивает неожиданство. Он приходится развернуться. Бьет, попадает. Кого-то из защитников. И мяч изменяет полет. Изменяется направление полета мячом. Оказывается, все-таки ворот. Ну, о чем мы просили «Динамо» всю защиту. Забить хотя бы вот гол престижа. Этим временем Игорь Рожков вышел вместо Сергея Кисляка. И вот сейчас вторая замена. Виталий Володеньков покидает поле. И появляется Сергей Гидевич. Ну, Сережа Гидевич молодой еще относительно футболиста. Потому что, наверное, возможно, что и Володеньков и Кисляк. Ну, Кисляк вообще был в сегодняшнем матче одним из лучших, я считаю, в составе Минского «Динамо». Огромный объем работы проделал. Очень неплохо сыграл в сегодняшней встрече. Но на всю игру ему не хватило. Он еще должен играть не под нападающим на Кисляк. Он тут же играет сзади, он играет опорного полузащитника. Сегодня пришлось помогать впереди больше. Ну, а возвращаться уже в конце во втором тайме уже просто не было сил. Ну, возникло вполне возможно травма, все-таки, я сказал. Он прихрамывал. Ну, и тоже поработал Володеньков по большому счету неплохо. Все вроде бы, вот, смотри, каждый игрок встал, рался, выкладывался. Никто себя не жалел, не простаивал. Но результата, к сожалению, нет. То есть, значит, не хватает командной игры, не хватает остроты, не хватает вот этих последних острых пасов под удар. Вот под голевой смотрим еще одна атака мяча. Ну, эти вторым темпом никто не успел на отскок этого мяча. Ну, вот опять же, ну, нарушение правил, что там карточки не будут, нет, не должно быть. Да, в борьбе, в борьбе. Не, получается. Получается. Желтую карточку. Рожков получил, да? Нет, это Ян Тигарев. Тигарев, да, Тигарев, правый план, да, правый защитник. Правый защитник Динамо все получил в желтую карточку. Вторая желтая карточка в составе Минского Динамо. Первый получил, помните, Эду. Такая перестрелка на каратке длинными передачами, и они были безадресны. Вот сейчас атака Динамо начинается. Какое развитие она получит. Нарушение правил против Эду в центре поля. Эду как-то менее заметил во втором тайме, чем в первом. Может быть, подустал немножко тоже. Ну, я думаю, что всю игру в одном ритме, в высоком темпе не выдержишь. По крайней мере, сегодняшние молодые футболисты высокий темп держат с большим трудом. Я обратил на это внимание. Я вспоминаю, было и годы, как Минское Динамо могло припротив любой команды 90 минут отбегать так, что те уходили, на них лица не было. Чтобы угнаться не могли за футболистами Минского Динамо. Одна из самых динамичных команд чемпионатов Советского Союза была. Ну, они бегали-то с мыслью. Ну, и с мыслью бегали. А у нас сейчас часто бегают просто без мысли. Ну, и бегают не так. Не те скорости, я обращаю внимание. Не та физическая подготовка у ребят. Я не знаю, с чем это связано. Молодые ребята в самом разгаре сил. Чтобы здоровья не хватало на 90 минут игру. Мы-то сможем. Чем за офицер эта атака убедеешь? Ну, будет неудобно. Там защитник у меня висит на ноге буквально. Левокин мяча направо. Ну, здесь подарок было бы. Иду. Промахнулся, послужился защитник. Ну, передача так. В борьбу, в борьбу. Кому достанется мяч. Кому и повезет. Да, это Марс сейчас пытался навесить. И опять же неудачно. Ну, хорошо на Ковеля. Трибун требует бей. Ой, подчиняется требованию трибун. Бьет на ней, попадает в ворота. Ну, а сейчас в Суарт-Меде будет вторая замена. На поле появится 21-й номер. Корнел Салата. Да, Корнел Салата, 21-е место. Марьяна Чижовски. 19-го номера. Ну, Чижовского мы слишком часто называли в сегодняшнем матче, как и многих других футболистов наших гостей. Так же ничего особенного они не показали. Такую, знаете, стабильную, крепкую игру, но не более того. Но Чижовский со своей задачей справился. Он все-таки защитник. Выключил из игры нападающих. Динамо, хотя и Милосово, зоны, был забит гол. Бил гол, Тарас, а во-вторых, Маш, нельзя говорить, что он выключил полностью из игры нападающих Минского Динамо. Не хватало, пожалуй, в нескольких моментах исполнительского мастерства нападающих Динамо, для того, чтобы завершать атаки. Атаки были неплохие. Ну что, будем ждать лучших времен для Минского Динамо на международной арене. Мы смотрим пока, как развивается эта атака. Хороший пас опять направо на Ковеля. Ковель пытался, пытался отдать в трахную. Вот так же Ковелю стоило либо вперед пройти, либо притормозить, подождать своих партнеров по команде. Он же прямо в ноги отдал мяч. Словацкий, он очень хорошо удачный. Он видел, что там Рожков подключается, значит, сразу захотелось быстренько сделать передачу. Вот и подвело его. Но очередное нарушение при подаче углового со стороны Динамо с чужой штрафной. И будет бить свободный удар футболистской арт-медиа. Да, подходит к концу матч. Немногим более пяти лет, еще больше минут около десяти. Осталось до конца встречи. Один-три Динамо с чужой штрафной арт-медиа. Проигрывают. Словацкая арт-медиа. Один-три. Ну и со всеми эти пешком сходят по полю наши гости. Арт-медиа в первом квалификационном раунде обыграла грузинскую команду Вит-Джирджио. Много было проблем в этих играх. С большим трудом, да, переиграли грузинский клуб в Словакии. И вот грузинский рефери. Наполе. Да я всем это не мстит, да, арт-медиа. Несмотря на то, что арт-медиа грузинский клуб выбила из Кубка УИПа. Ну, от Ливана Пониашвили, режиссер трансляции, вам напоминаю, состав судейской бригады из Грузии. Ну, справились со своими всеми обязанностями, по-моему, на твердую, ну, если не пятерку, на четверку с плюсом. Это точно никаких ошибок серьезных не заметил. Кроме, мы обсудили один момент, когда был удар в направлении ворота арт-медиа. Защитник поднимал этот удар. Ну, может, задел руку, попал руку, но попал руку или играл руку. Вот единственный такой спорный более-менее момент. А так все четко и ясно. Это такое Динамовцы Минска. Ну, согласитесь, даже несмотря на прорезь, Динамовцы играют сегодня далеко не самый худший матч в нынешнем чемпионате. Сейчас придется сконцентрироваться больше в борьбе за золото и медали. Чемпионатом Беларуси. Вы помните, что благодаря победе, благодаря голу, забитому на червом поле, Динамовцы вышли вот в этот, во второй филиппикационный раунд. Один-один в гостях в Заглебе, с польским 0-0 дома. Ну, сегодня они мне нравятся, кстати, Динамовцы, несмотря на прорезь, еще раз подчеркиваю, несмотря на прорезь этого матча, не меньше, чем в матче с Заглебе. Выглядит команда не хуже. Не хуже, ведь я задачи не решила. Да, ну, было хуже, пожалуй, сыграла 0-0, нужно 0-0. Тем временем, 5 минут остается до конца матча. Уже можно сказать, что матча. 1-3, Динамовцы вступают на своем поле. 2-5 по сумме двух игр. Ну, сейчас неправо сошлись, 2-14 номера, по-моему. Павликович сейчас получит предупреждение. Пилеусное замечание. Нет, все-таки достал золотую карточку. Хорошо, достал и показал, да. И в лаванске 14 номер Томаш Аравец также получил. И тоже его призывал. Да, что-то он лежал там на земле и ногами так размахивал, что, наверное, надо стоило ему и желтую тоже давать. Но это не суть важная. Ну, Аравец, 188 сантиметров рост. Ну, все игроки, как на подбор, знаете, гренадеры такие в составе архмедии. Мы говорили сегодня в сегодняшнем репортаже, что высокая команда, высокая, достаточно в хорошем возрасте игроки. Не скажу, что такие старики бегают и зеленая необстреленная молодежь. Хороший год в свой игроков. 24, 26, 27 лет. Ну, если молодым, говорил, вратарь 19 лет, Камиран, он стоит сегодня, на мой взгляд, очень и очень неплохо. Отстоял игру. Ну, как и ветеран Минского Динамо. 35-летний Эдуард Тучинский. На дождик все идет, заметьте. Сейчас слева Ковель, Ковель, бьет. И Хорошков, зрячий, бил в дальний угол. И падал в ротарь, не дотянулся до мяча, но... Если подкрутил, так по дуге, чтобы мяч попал в угол. Гол был бы, а так, четочку мимо выбрали. Видите, как-то обыграл защитник, и тот же пробил. Молодец, так и надо делать. Погода трудная, мяч тяжелый, скользкий. В чем-то Ковель напоминает мне по своим антроперметрическим данным Виталия Кутузова. Ну, может быть, что-то есть вообще. Правда, Виталия Кутузова, которым Виталий был молодо сегодня, не сегодняшнего дня, да? Когда он еще в боте играл. Он когда в боте играл, да, тогда похоже. Сегодня Виталий несколько поднабрал весы и массы. И опять желтую карточку достает арбитр встречи. Павлючику, наверное. Павлючику. Да, Павлючику показана желтая карточка. Сбил он нападающего словарской командой, и сейчас будет штрафной удар. Ну, далеко от подступов в штрафную. Ну, что ж, бывают такие нарушения, когда, как говорится, почти вынуждены им. Не нарушь правила, не останови соперник, он войдет в штрафную. И чего доброго забьет гол. Ну, там между собой о чем-то говорят соперники. Отмеряют 9 метров арбитр. Ну, по-моему, вот этих нескольких лишних движений на поле делает Ливан Паняш. Велет последние вот эти буквально 5-10 минут матча. Спокойно проходила игра, и не надо, так сказать, заострять внимание на себе и на каких-то нарушениях. Произошло. Выдал карточку, назначил штрафной пробили, играем дальше. Шесть человек. Стенки у Динамо. Ну, что же делать? Позиция-то ударная, мяч попадает в стенку. И тем временем Словакия готовит последнюю замену. Ну, это уже тактическая замена, последние игровые минуты. Почему не дать поиграть кому-то свежим игру? Видите, как неплохо вгрувался в штрафную сейчас игрок словацкой команды. Это был Ян Козы. И опять атака Словакой дошли. И Аклет Динамокса. Выкладывает. Выкладывает, опять же такая карточка должна быть. Это срыв контратаки Динамокса. Что сделает арбитр Ливан Паниашвили? Да, просто вот из игроков он с Лавасой командой подойти к нему. Это Бурак получал, вот эту карточку. А тем временем на поле появляется самый-самый юный игрок в составе Артемии. Это Мартин Мароши. Он не имеет Мароши, я думаю, что какие-то в ульгерские корни есть. Словакия там рядом с Ливием Располяевым. Мартин и Мароши. 18 лет всего лишь. Это я футболист, но так что теперь уже... Он покинул поле у Лити Аравиц, 14-й номер, Томаш Аравиц. Нападающий. Ну, 3-1 счет позволяет экспериментировать Адамецу, наставнику Словакской команды. Ну, а резервный арбитр показывает, что 2 минуты добавлены ко второму тайму. Ну, последние атаки Динамокса. Последний был бы еще парочка хотя бы ударов в поворотах. У нас, смотрите, сильный дождь опять пошел, опять сильный. Во время игры вроде бы он как-то утихомирился, успокоился. Сейчас опять поливает, как из ведра. Отбили атаку гостя. И ответ достаточно опасный, но сильный безадресный пас. Ну, право напрашивалось сейчас передачу. То есть, право был свободен на игру, и слева был свободен. Право позит, слева, по-моему, Бурок. Ну, не отдавал на левую игру, не получилось. Ошибся. Гигевич. Не сумел обыграть защитника. Да, сегодня жеребьевка. Жеребьевка, я вам уже говорил. Группового этапа Лиги Чемпионов. Интересное событие. Оно уже, наверное, закончилось. То есть, я думаю, что в новостях спорта, которые выйдут уже после наших новостей, после нашей трансляции, я думаю, вы узнаете результаты этой жеребьевки. Ну, не будем, мы знаем, по каким-то результатам можно набрать, но не хочется забегать вперед и отбирать чужой хлеб. Тем более, здесь у нас время уже ограничено, матч подходит к концу. Ну, а там 8 групп, по 4 команды. Мать пока всех назовет, что надо много времени. Ну, много ошибиться здесь, горяча. Ну, смотрим, как атакуют динамовцы. Одна из последних атак. А Гигевич прострел и прострел безадресный. Никого там не было рядом. К сожалению, никого не было рядом. Ну, вновь Петрушину приходится церковь к бойцу пилюлю поражения. Гигевич. Абартнение. Их урасплески. Сейчас на линии вратарской. И он тоже забивает. Представляет расстроиться камера. Камера. Нет, это Марс. 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 Марс, он слышал, что прострел. Все. И судья. Тут же. Отдает финальный. Финальный свисток. Да, да, да. В окончании встречи. Ну, что, вот видите, как проигрывали громко 0-2, 0-3. И в итоге, на последних минутах все-таки повели, как ты говоришь. Марс. Да, Марс. Да, Марс. Марс. Я, правда, неплохо было видно. Здесь Марс или Эду. Кто-то из «Динамокцев» забивает еще второй гол ворота «Арт-Медиа». Ну что ж. Ну и милей рекортов Николай Петропавловский и Дениса Павловна. До новых встреч. Ну, всего доброго, Николай Ксепина. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...